Маленький бездомный щенок преследовал незнакомого мужчину на улице, и тот решил забрать его к себе домой. Однако новоиспеченный хозяин еще не догадывался, что приютил он вовсе не собаку. Эту необычную историю из своей жизни рассказал мужчина по имени Стэнли Гордон на одном из форумов о животных, и она потрясла его читателей. Это был обычный субботний вечер, и Стэнли возвращался домой из магазина. Проходя мимо парка, за мужчиной увязался маленький щенок. Мужчина его сразу заметил. Щенок бежал и пытался понюхать содержимое пакета. Стэнли понял, что питомец голоден и остановился, чтобы его покормить. Стэнли достал несколько ломтиков бекона, которые он купил в магазине, и угостил маленького преследователя. Щенок с большим удовольствием съел угощение, но ему вероятно этого было мало, поэтому питомец продолжил свой путь, за незнакомым мужчиной. Щенок следовал по пятам за Стэнли, не отставая. Мужчина даже еще раз останавливался, чтобы покормить щенка, но тот все равно шел за ним. Тогда Стэнли решил приютить бездомного щенка, раз уж он выбрал именно его. Тем более мужчина, не мог так просто отодвинуть маленького питомца в сторону и бросить одного, зная, какие условия ждут бездомную собаку на улице. Песик был милый, да и за то время, что мужчина шел домой, он будто успел подружиться с ним. Стэнли дружелюбно открыл калитку своего дома и впустил Ричи, как позже он назвал щенка. Ричи радостно забежал на лужайку, сел возле крыльца дома и стал вилять хвостиком. Так у мужчины появился домашний питомец, который сам выбрал себе хозяина. Прошло несколько месяцев с тех пор, как Ричи жил у Стэнли. Сначала все было хорошо. Щенок был таким, как и все остальные, играл с игрушками, бегал часами напролет, проявлял интерес к окружающему миру. Но когда Ричи исполнилось примерно полгода, он стал гиперактивным. На прогулках его невозможно было удержать на поводке, по отношению к другим собакам он проявлял нехарактерную агрессию, отказывался есть корм. Такое поведение не на шутку стало тревожить Стэнли, и он отвез Ричи к ветеринару, где все в итоге и выяснилось. Увидев Ричи, ветеринар побледнел и срочно вывел Стэнли из процедурной за дверь. Там он сказал, что мужчина приютил вовсе не дворовую собаку, а самого настоящего дикого зверя-волка. Именно поэтому животное стало себя так вести. Все говорило о том, что его дикие инстинкты стали просыпаться. Стэнли был ошарашен этим известием. Неужели он мог спутать щенка с волчонком, однако ветеринар сказал, что маленькие волчата такие же, как и щенки. На вид они практически все одинаковые, особенно если сравнивать с беспородными собаками. В конце концов, волки предки собак. А когда Ричи стал жить со Стэнли, то он уже к нему настолько привык, что и не замечал никаких странностей во внешнем виде питомца. К сожалению, оставить дома дикого зверя было нельзя. Ричи должен жить на воле, в естественной среде обитания. Да и опасно жить с диким зверем по соседству. Стэнли было грустно прощаться с Ричи, но его успокаивал тот факт, что он помог одинокому и заблудившемуся зверьку выжить. Теперь он мог самостоятельно жить в заповеднике, с другими волками, куда его и отвезли.